Привет, друзья! Вы на канале Елена Мартыновой. Сегодня я покажу вам, что мне прислала Лемонкрафт в качестве дизайнерской посылки. Вот такие вот две огромные коробки, каждую по 5 килограммов. Давайте посмотрим, что у них внутри. Итак, это наборы бумаги формата А4. Basic Paper, то есть это бумага для основы. Коллекция Sweet Secrets. Здесь очень красивые бежевые фоны, вот такой деревянный. Вот такой мне очень нравится, с обшарпанной краской листик. Деревянный вот такой, досточки с цветочками. Двусторонняя бумага, хорошая, плотная. Отлично в качестве основы для открыток или основы для альбомов. Абсолютно никаких вот ярких доминирующих акцентов, то есть на них будет хорошо смотреться уже остальной декор. И три набора бумаги зеленых оттенков, называется Leaves, листья. Эта бумага, я так понимаю, чтобы делать вырубку, листочки. И также в них есть листы с уже нарисованными листиками, которые можно просто повырезать и использовать в своих работах. Вот такой вот набор. Вот здесь поярче бумага. И вот такие вот уже листики, другие веночки с ромашками. Вот такие вот. Так, в каждом наборе 14 дизайнов, по 2 листа на дизайн, то есть 28 листов получается. Вот здесь уже более темно-зеленые, такой цвет листовым. Вот такие вот листики. И два листочка вот здесь дали, с листиками для вырезания. Так. Потом мне пришла вот такая вот огромная пачка. Это карточки и картинки для вырезания. Так, сейчас я как-нибудь поудобнее устроюсь. Давайте быстренько посмотрим, какие. Здесь по 3 листа каждого дизайна. С обратной стороны они белые. Бумага очень плотная. Вот это вот такая вот новогодняя коллекция. Зимняя, новогодняя. И пошли листы с бабочками. Очень много листов с бабочками всеразличных. Вот такими, с красивыми рамочками. Такие овальные рамочки. Еще оттенки бабочек. Я раньше печатала на принтере, теперь нет такой необходимости. Можно просто вырезать. Детские коллекции для мальчика и для девочки. Снова розы и бабочки. Вот такие карточки вообще потрясающие, красивые. Зеленые бабочки. Еще бабочки. И такие вот еще. Так, вот такая вот нежная коллекция. Здесь вот два поярче. Вот понежнее листик. Розово-фиолетовая. К ней вот такие вот цветы. Бабочки опять же. Так, вот набор. Из коллекции с ловцом снов. Вот такие большие перья. Снова винтажные карточки. Приятных бежевых цветов. Много циферблатов. Цветы шиповника. Вот такие вот листики. Такие у меня были уже. Я выигрывала как-то у них приз. И они мне присылали. Вот из этой коллекции. Вот такие карточки. Но у меня было всего по одному листу. А здесь их три. Можно будет не экономить. И щедро использовать. Вот такие вот. С винтажными девочками. С розами. И вот такие вот карточки. Тоже с розами. И с анютиными глазками. С сиренью. Так. Вот такая стопочка карточек. Дальше в коробке Огромная стопка бумаги формата А3. Вот какой толщины. Так. Давайте посмотрим. Я даже не открывала. Ещё сама не смотрела. Не знаю какая здесь бумага будет. Давайте смотреть. Так. Её летает. Это по-видимому новогодняя значит коллекция. Такие фоновые листы. С одной стороны с узором. А с другой стороны у них клетка. С деревяшечками хороший листик красивый. Так. Вот. Интересный какой лист с надписями. Ещё карточки. Уже большие. Так. Следующая коллекция. Sweet Secrets. Такая. С одной стороны она бежевая. С другой стороны розовая. Цветочная. Весенняя нежная коллекция. Вот такие. Такой полосатый красивый листочек. Так. Ещё. Выполнена она получается в розово-бежевых оттенках. И с цветочками. Так. Это уже следующая коллекция. Lola Ebi. Детская коллекция. Вот здесь вот симпатичный зайка. Малыш на воздушном шаре. Она с другой стороны голубая. Поэтому универсальная коллекция будет для мальчика и для девочки. Вот это чисто мальчиковый лист с этой стороны. А здесь универсальные ромашки. Так. Эти были по отдельности листы. И здесь уже у меня наборы. Вот сколько много разных наборов. Итак, набор Yesterday. 12 дизайнов по 2 листа. Плотность 200 грамм на метр. Так. Быстренько пролистаю вам все дизайны. Потому что бумаги много. Есть что показать. Вот такие вот базовые листы. Так. Lola Ebi. Коллекция детская. Это все Basic Paper. То есть это листы для основы. Для альбомов. Для открыток. Каких-то маминых сокровищ, возможно. То есть один набор и для мальчика, и для девочки. Sweet Secrets Basic Paper. Фоновые листы. Очень спокойные. Приятные принты. И горошек, и полосочка. Все есть. Так. Юли Тайт. Новогодняя коллекция. Вот с такими деревяшками. Всех оттенков. Зеленоватые. Коричневые. Более серые. В красноту. И вот такой вот листик. Тоже можно повырезать. Следующая коллекция. Forget Minot. Вот такая вот. В бежево-голубых оттенках. Вот этот вот интересный. Мне нравится. И первый листик у них такой вот красивый здесь. Это во всех коллекциях. House of Roses. Дом роз. Такими винтажными завитками. Так, какой же у них... Ага, здесь такой под дерево листик. Вот такая вот яркая коллекция. Fresh Summer. Для летних альбомчиков. Каких-то летних дневничков. Очень яркая. Интересная. И просто бейзик. Не написано, какая коллекция. А, нет. Вот. Gossamer Blue. Немножко сливается. Такой наборчик тоже у меня уже был. Я его использовала в работах. Вот такой вот. Так, первую коробочку мы посмотрели. Сейчас я открою вторую. Итак, открываем вторую коробку. И что же мы здесь видим в первую очередь? Это очень много разного скотча. Оказывается, Лемонкрафт производит под своим торговой маркой двусторонний скотч для скраббукинга. Вот сколько разной ширины. Есть вот такой вот тоненький. Есть вот такой вот широкий. Наверное, больше сантиметра. И белый, и желтый. Вот такие вот наборчики. Несколько наборов объемных клеевых подушечек, чтобы приподнимать элементы. Вот такие вот, достаточно липкие. Сколько здесь получается. Они тоже разной толщины. Есть вот тоненькие. Вот это довольно толстые. Наверное, двух размеров. Вот потоньше и потолще. Подушечки. Так, очень много наборов фишек. Для всех коллекций. Вот такие вот наборы. Потом вот такие вот необычные наборы. Я так понимаю, что это наборы для создания открыток. Потому что здесь вот прям по размеру открытки вот такая вот карточка. Вот такая вот здесь красивая. Либо это можно как подложки для фотографий использовать в альбомах. Тоже очень удобно, не надо нарезать. Только сделать уголочки и все. Вот такие вот красивые карточки. Большие. И карточки поменьше. В принципе, если их комбинировать, то можно собирать и открыточки. То есть, похожие дизайны, но поменьше карточки. И такие вот. Такой вот наборчик розовый. Вот такой красивый. Детские наборчики. Здесь совсем маленькие карточки. Вот такие с картинками. Для каких-то записей, возможно. Бирочек. С обратной стороны можно что-то записывать, если в альбомчиках использовать. И вот такие вот большие. Я тоже думаю, это можно как подложки для фотографий. Так, вот такой. И вот такой. Эти были 10 на 15 наборчики. А вот этот уже 15 на 15. Ну, то есть, если кто-то любит делать открыточки 15 на 15, то вот такой вот наборчик. Нежными розочками. А здесь же еще и 10 на 15. То есть, на любой вкус наборчики. Так. Также мне прислали наборы 16 на 15 бумаги. Обычно эта бумага потоньше, чем у них основная, ну, 30 на 30. 170 это грамм на метр. Но, в принципе, для открыток и в качестве подложек для фотографий она отлично подходит. Так. Посмотрим же, какие маленькие наборчики. Здесь очень много листиков. Очень пухлые наборы. Так. Сейчас я скажу, сколько здесь. Здесь 36 листов в каждом наборе. Голубой, розовый, зеленый и бежевый. Красивые вот здесь вот листы. Какие вот с письмами. Такой красивый с бордюрчиком. Детский наборчик. Вот такой вот есть листик. Его не было в большом наборе, а здесь вот есть такой вот горошек. То есть они не просто копируют большие наборы, но дополняют. Здесь, на самом деле, больше получается дизайнов. Бумага односторонняя здесь. Вот такой набор. Красивые досочки. Как будто кружево на них. С розочками, квадратики. В каждом наборе получается 18 дизайнов разных. И по два листочка на каждый дизайн. И наборчик к яркой летней бумажке. Вот такая вот красота. Так. И над ней здесь еще огромная пачка бумаги. Вот какой толщины. Сейчас мы ее откроем. Посмотрим, какие еще наборы. То есть те были наборы большие. Это была Basic Paper. Бумага основы. То есть здесь, я так предполагаю, должны быть листы уже из основных коллекций. Так, немножко я вот сдвинусь. У меня уже, честно говоря, на моем большом столе даже не помещается это все. Итак, Lulaby детская коллекция. А, вот они где, да. То есть они, эти листы в других наборах. Тоже по три дизайна мне прислали на каждый. По три листа на каждый дизайн. Так, что-то у меня какая-то веревка болтается. Беру. Для девочки и для мальчика. Можно посочетать вот такие вот листы. С дощечками. Вот такие вот красивые. Это Естедей коллекция. Так, розочки. Прямо быстро-быстро покажу, чтобы вас не утомлять. И заодно сама посмотрю, чтобы знать хотя бы, что у меня есть. Из каких наборов делать. Бумага у Лемонкрафта мне очень нравится. Во-первых, она мне нравится по качеству. Она плотная. Мне нравится по дизайну, что есть и спокойные листы, и такие в меру активные. Я не люблю, когда вся бумага активная, потому что мне сложно тогда работать с декором. Уже кажется какой-то хаос в работе. Слишком много всего. А я все-таки люблю, чтобы декора было побольше. Чтобы был объем в работах. И объемные цветы добавлять. Так, хаос оф розы коллекция. Для каких-то винтажных работ очень красивая будет. Нежная. И с таким вот бежевым цветом. Бежево-зеленоватым. Здесь и розы, и шиповник получается. Цветы еще розы. Обратная сторона для страничек хорошо. Такие фоновые листы. Так. Такой нежный листик. И с письмами можно повырезать, что там поподкладывать. Вот такой вот сиреневая коллекция. У меня мало бумаги с сиреневыми оттенками. То ли их производители как-то мало выпускают. И я, честно говоря, раньше не любила этот цвет. А сейчас мне нравится. И я с удовольствием делаю сиреневые бумаги. И даже покупаю себе наборчики. Иногда. Так. Это фреш самая летняя коллекция пошла. Ну вот, видите, какая она яркая, активная. Вот, прям желтый, яркий-яркий-желтый, как солнышко. Для летних работ, мне кажется, замечательно подойдет. Вот такие вот. И Госсеймер Блюм. С розочками нежными, полупрозрачными. Вот такой вот с деревяшечками лист. Такой красивый. Такой вот фоновый. И вот такой вот еще. И вот такой вот. Ну вот, я вам показала все наборы, которые мне пришли. Я даже не могу подбить итог, сколько здесь бумаги. Мне кажется, тысячи листов, наверное. Не знаю, когда будет следующая посылка. Ну, это даже за год, мне кажется, если я буду делать только постоянно альбомы, огромные альбомы, наверное, я за год ее срасходую. Потому что очень много. И, в принципе, бумага очень красивая. Мне хочется уже с ней работать. Как бы неизбитые дизайны. Для меня новая эта бумага. Я давно с такой не работала. Мне будет, я так думаю, интересно. Подписывайтесь на мой канал, если вы случайно ко мне попали и не подписаны. Потому что видео будет очень много. И буду вас радовать своими работами, вдохновением. А пока что, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok